Мы отражаем номер рецепта, выданного врачом, наименование лекарственных препаратов. Перед путешествием в Париж Нина перетряхивает всю аптечку, чтобы успокоить нервы. Лучшее лекарство от них – декларирование. Препараты у девушки сильно действующие, а значит условия полета особые. Я очень часто летаю в Европу и знаю, что провозя с собой препараты, нужно взять заключение лечащего врача. Также нужно взять рецепт для того, чтобы пропустили через таможенный контроль. Делать, как Нина, таможенники призывают всех, кто везет лекарства. Ведь прихватив с собой на борт привычные препараты, люди зачастую оказываются в пролезе. Таблетки изымают, а путешественников наказывают. Это препараты, как правило, снотворные. Очень часто, по крайней мере у нас в регионе, выявляют феназепам. И такие препараты без рецепта врача и без обязательного декларирования перемещать через таможенную границу нельзя. За нарушение правил пассажиру может грозить даже уголовное наказание. Поэтому перед вылетом нужно обязательно проверять, входит ли лекарство из личной аптечки в список сильнодействующих. Если да, следует позаботиться об оформлении документов. Надо понимать, что эти препараты, покупая, вы оставляете рецепт в аптеке. Соответственно, на руках у вас остается только препарат. И, соответственно, пересекая границу, вы должны доказать, что этот препарат вы используете для личных целей. Соответственно, на руках у вас должно быть заключение от врача, где будет написано диагноз и назначение. Информация о дозировке необходима. Если она слишком большая, на таможне могут возникнуть вопросы. Еще сложнее привезти лекарства из-за границы. В России запрещено использовать препараты, не зарегистрированные на ее территории. Два года назад из-за этого уже пострадал тагильчанин. Максим привез из Южной Америки напиток из лианы от боли в спине. Но на родине в нем обнаружили запрещенное вещество. Мужчина получил срок. 11,5 лет строгого режима. Когда за убийство дают 5-6 лет. Благообластной суд смягчил приговор. Уже через месяц Максим выйдет на свободу. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучше не перевозить из-за границы лекарства. Доказывать необходимость придется через иностранного врача. Та же проблема может возникнуть и за рубежом. Помнить о справках и рецептах нужно всегда. Ведь даже, казалось бы, самое распространенное в России лекарство, к примеру, обычное обезболивающее в других странах, может быть под запретом. Его провоз грозит серьезными последствиями. Так что пассажирам советуют заранее ознакомиться со списком препаратов, которые находятся в зоне риска, там, куда они собрались лететь. Уточнить эту информацию можно на сайте таможенных служб или в аэропорту у инспекторов. Лучше потратить время на оформление документов, чем нервы из-за проблем с законом. Юрия Анашкина, Антон Лимонов. Главные новости Екатеринбурга.